В период с 1 по 10 мая на территории Курганской области складывалась сложная, но контролируемая пожароопасная обстановка. Ее возникновению способствовала жаркая и сухая погода, а также порывы ветра, достигающие 19 и 25 метров в секунду. За данный период в регионе зарегистрировано 187 ландшафтных и 124 техногенных пожара. В 65% случаев причиной их возникновения явилось неосторожное обращение граждан с огнем. Пожары по максимально повышенному рангу вызов номер 3 фиксировались 1 и 2 мая на территории города Кургана. 10 мая на территории Макушинского района ландшафтный пожар площадью 20 гектар угрожал двум населенным пунктам. Пожар был остановлен на расстоянии двух километров от них. Эвакуация жителей не потребовалась. Сложная обстановка складывалась и в Белозерском районе, на границе Курганской и Тюменской области. Перехода огня на границу региона допущено не было, а создание минерализованных полос путем опашки населенных пунктов и проведение необходимых отжигов позволило заблаговременно устранить возможную угрозу поселку Стеклозавод и деревню Боровлянка. Следует отметить, что на протяжении всех майских праздников на территории Зауралия работала прикомандированная техника МЧС России, вертолет Ми-8, сбросивший для ликвидации ландшафтного пожара 125 тонн воды и инженерная машина разграждения Уральского учебно-спасательного центра, осуществившая создание 71 километра минерализированных полос путем опашки населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров в городе Кургане и Макушинском районе. Стабилизация обстановки с пожарами также способствовала ежедневно проводимая профилактическая работа, рейды, разъяснительные беседы и административная практика. Только за 10 майских дней сотрудниками Федерального государственного пожарного надзора было составлено 388 протоколов об административных правонарушениях. Напомним, что в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, запрещающий любые действия с открытым огнем, разведение костров, сжигание травы и мусора, проведение огневых работ, а также посещение леса и въезда в него транспортных средств. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.